Компания G.U.I. производитель офигительных электронных стабилизаторов для мобильных устройств, экшн-камер и уже на данный момент обычных камер. Они на самом деле удивляют и удивляют круто. Смотрите, сейчас я иду на EMS Почта России. Во-первых, они теперь работают круто. Я не знаю, как отнесется к этому ролику администрация, или, скажем так, если это дойдет до каких-то представителей Почты России, но хотелось бы сказать, что тут я приятно удивлен, в том плане, что они работают 7 дней в неделю, без выходных, до 8 вечера. В чем фокус? Прислали, значит, нам должен быть офигенный стабилизатор для смартфонов второго поколения Smooth 2. Вы увидите сейчас распаковку уже за столом. Это такое маленькое предисловие. Друзья, компания G.U.I., мне кажется, гораздо лучше себя позиционирует на рынке электронных стабилизаторов. И на данный момент у нее есть, как и публика компании Apple, всего лишь несколько продуктов. Это Smooth 2, новое поколение, которое должен был приехать к нам сегодня. Z1 Evolution, на который я снимаю данные видео. И еще один Crane, это стабилизатор для полноценных DSLR камер. Я надеюсь, что когда-нибудь он тоже попадет к нам на обзор. Ну что ж, EMS Почти России, большой респект, 6 дней с Китая. Это очень-очень быстро. И, соответственно, сейчас вы будете лицезреть то, что на самом деле очень-очень-очень-очень круто. Изменит вашу жизнь, если вы хотите снимать в хорошем качестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так выглядит Петрозаводский АССЕ. Автоматизированный сортировочный центр Почты России. Стоят старые машинки-буханочки. Стоят Камазики. И все это выглядит примерно вот таким вот образом. Почта России. Большое такое название. Можете посмотреть. Картиночка, я надеюсь, плавная. Так, вот. Тут, наверное, гараж, проходная. Сбоку. Центр выдачи и приема посылок. Наверное, сюда нам. ДМС. Наверное, надо выключать камеру, потому что это как-то оттянки. Давайте посмотрим. Круто. Еще даже новенькое все. Вообще крутотень. Круто у вас теперь офис-то смотрю. Какой вообще шикарный. Стараемся, чтобы всех проролить. Шесть дней. Что-то как-то вы меня удивили в этот раз. Как вам по удобству? Либерация была у Шурмона? Да, нет, нормально все. Вообще отлично. Как бы у меня единственное, что смутило. Раньше как-то сортировка проходила с Внукова. Потом Москва, Москва-Питер. Потом с Питера-Петерзаводовска. Тут покинул сортировку в Внуково и сразу как бы напрямую сюда. Да, да. То есть это как-то... Сокращение контрольных сроков. Сейчас идет программа по уменьшению, чтобы для клиента было максимально быстро. Не, ну это круто, друзья. Это на самом деле очень хорошо. Потому что раньше, когда я пользовался CMS, еще взорю начало всех этих интернет-заказов с Китая. В том плане, что с eBay заказывал. Даже вот, наверное, человек меня помнит. Когда бы сидели там, потом сидели на Дзержинского как бы. И все это проходило в такие непонятные срочи. То есть понятно, что люди, которые сидят здесь, в Питерзаводске, они вообще никаким образом не влияют на сортировку и на все это. Ну, да, в сроке прохождения вот этих вот всех пунктов. Но, блин, мы как пользователи обычные, да, то есть там оплачиваешь там 3 тысячи рублей и тебе идет 35 дней. Ну, то есть это очень много. А вообще по месту вот добираться сюда? Не, ну круто. Центр города, да что, конечно. Нет, в любом случае, блин, в этом... С Девянки как-то... С Девянки вообще можно пешком дойти сейчас. Хоть мост-то не работает, но все равно. Центрально не бывает. На Дзержинского не нравилось тем... Немножко не нравилось, потому что там, во-первых, помещение было маленькое. Постоянно народу как-то толкало. Даже если, в принципе, будет большая очередь, то я думаю, что здесь не будет никакого этого. Еще я очень переживал, я просто во вторник уезжаю, как бы, а очень переживал, что до него успеют приехать. Отлично. Да, на 7 метр. В расследовании, да? Я очень переживал, что он не успеет доехать. И опять же, я хотел ехать сюда к баундершт, для того, чтобы писать бумагу, чтобы вы не отправили назад. Потому что, в любом случае, что... Ну, в любом случае, 30 дней. 30 дней, да? Да, он будет храниться. После двух мюзачных попыток вручения, то есть вы не звоните, если не дозвонились, мы, в любом случае, направили курьера на ваш адрес. В том случае, если курьер квартир съездил, и вас не было на месте, присоединение все равно будет храниться у нас здесь, в Петрозаводскому складу. Практически за стенами. А скажите, пожалуйста, вот такая вот штука, жду посылку с Канады, не отслеживаемый никак. То есть, там, в принципе, я платил доставку, но она почему-то отправилась... Тоже EMS, да? Нет, не EMS. Ну, вы, наверное, не знаете, просто выше обыкновение. Это, скорее всего, на притвор на ваш... Почтоводеление? Почтоводеление, да. А по суббукам? Ну, что-то я не могу сказать. По-моему, здесь еще нужно ее тоже пристать. Спасибо большое. Кто-то звонит, все. Алло. Все, хорошо? Угу, до свидания. Да, алло. Здравствуйте. Нет, а что? Подразделение EMS вроде как начинает исправляться, и справляться в лучшую сторону. Шесть дней из Китая. Производитель GY. Вы сейчас будете лицезреть распаковку данного устройства. Это крутой гаджет, который должен быть, в принципе, наверное, если вы снимаете видео. Преимущество его в том, что вы можете подцепить любой смартфон диагональю до 6 дюймов, и это будет очень-очень круто. У вас будет крутая картинка, тем более сейчас смартфоны 4К снимают, и вообще, мне кажется, можно создавать очень крутые шедевры. Ну что ж, друзья, заветная корабулечка у нас, у меня точнее, в руках. Это очень-очень крутое приспособление для того, чтобы вы снимали круто со своих смартфонов. Это электронный стабилизатор Smooth 2. Давайте уже посмотрим, как он выглядит и поставляется изнутри, какая у него коробка и вообще, что есть в комплекте. Вам большое спасибо, если вы досмотрите данное видео до конца. Музыка. 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 Музыка.